Компания Fullground из Великобритании придумала не совсем обычный способ производства деревянной мебели. Деревья буквально вырастают в форме светильника или стула. У владельца компании Гевина Монро появилась мысль создания мебели из живых деревьев в 2006 году. После того, как Гевин делал мебель из корях в Калифорнии, он подумал, странно склеивать эти кусочки дерева вместе, когда конечно можно просто было вырастить те формы, которые вы хотите. Именно с этого момента он работал над биофактурой, в противоположность стандартному производству мебели, чтобы решить многоступенчатый и неэффективный процесс производства в наши дни. На каждом этапе этого процесса древесина перемещается из леса в лесопилку, в склад, на фабрику или цех, с использованием еще большего количества ресурсов. В отличие от этого производства, биофактурная отличается эффективностью и экологичностью заложенному на каждом этапе жизненного цикла полностью выращенного предмета мебели. Каждый предмет выращивается на месте, собирается на месте и завершается на месте без повреждений и отходов, которые часто сопровождают массовое производство мебели. Обширные исследования Гевина показали, что для получения оптимального урожая используется направленный рост дерева, в котором нет необходимости использовать синтетические клеи. Скорее, дерево создает свои собственные соединения. Это не только помогает удалить химические вещества из окружающей среды, но теоретически выращенная мебель должна служить намного дольше, потому что она из литого куска древесины без многочисленных деталей. Чем она и отличается от современной мебели, в которой много деталей, соединенных вместе. Их можно было бы со временем сломать, а живая мебель получается из литого куска дерева и она более прочная. Он сравнивает этот метод с природным 3D принтером, где исходными материалами выступают воздух, почва и солнце. Весной 2008 года в графстве Дербишер были посажены 3000 деревьев. На сегодняшний день на живой дышащей мебельной фабрике выращивается около 400 предметов мебели. Первый стул из живого дерева был не идеален, но компания совершенствовала процесс производства. Они создали свою схему выращивания мебели. Первое. Сажайте деревья и хорошо поливайте их. Второе. Обучайте и прививайте выбранные побеги вокруг формы. Третье. После того, как стул сформировался, оставьте на несколько лет, чтобы он загустел. Четвертое. Урожай готов для сбора. На ранних этапах молодые деревья подрезаются таким образом, чтобы они выросли в форме стула, а их ветви прививают друг к другу для создания цельного куска дерева без соединяющих элементов. После того, как дерево приняло необходимую форму, остается дождаться его утолщения и окончания роста. Процесс выращивания стула может занять от 4 до 8 лет, в зависимости от вида древесины. Так как стулья сделаны из цельного материала, то прослужат они намного дольше, чем традиционные стулья, отличающиеся слабостью в местах крепления. Гевин Монро рассказывает, «Наше производство напоминает небольшой лес. В год получается только около пяти десятков изделий, но на каждую сотню выращенных деревьев приходится тысяча веток, требующих заботы и внимания, а также десятки тысяч побегов, которые следует подрезать в нужное время. Я считаю, это искусство держать все под контролем. Первая партия живых стульев была готова к середине 2017 года. Геометрические светильники и рамы для зеркал к весне 2016 года. Такая мебель приравнивается к произведениям искусства, и первые образцы будут доступны лишь ограниченному кругу желающих. Стоимость одного стула 2500 фунтов стерлингов – это 252 868 рублей, а стоимость лампы будет варьироваться в пределах 1000-1500 фунтов стерлингов – это от 101 до 151 тысячи рублей. Конечно, это интересная идея и очень похвальное творчество. А сколько времени и сил надо, чтобы вырастить все эти стулья? Напишите в комментариях, что вы думаете о такой мебели. Подпишись, пусть будет нас много. Любой проект оценивается вниманием друзей. Пусть нас будут миллионы. Всем вместе веселей!